Зажечь огонь в Рио предложили легенде футбола Пелема, об этом рассказывали вам накануне, но тот ответил, что подумает, и вообще у него другие планы, он совершенно случайно прилетел в Бразилию, и то только потому, что открывалась его школа. Но, впрочем, не исключено, что такой ответ это не что иное, как тактическая хитрость от организаторов, ведь имя человека, который фактически даст старт Олимпиаде, всегда держится в секрете. Мы изучили этот вопрос, давайте подробнее. Итак, имя сотрудника Амстерданской электроэнергетической компании не вошло в историю Олимпийского движения, но именно он в 1928 году стал первым человеком, который, пусть и случайно, по долгу службы зажег огонь в чаше Олимпийского стадиона. С тех пор этот ритуал стал обязательным. Ну, а вот эта картинка из Берлина, традиция эстафета появилась позже, в 1936 году, тогда на Берлинской Олимпиаде. И вот с тех пор последние факелоносцы, которые подносят огонь к Олимпийской чаше, тщательно выбирали самых достойных, но, кстати, не обязательно известных и имеющих отношение к спорту. Часто в этом свою роль и не последнюю играли национальная традиция и символизм. Так, в 1952 году на зимних играх в Осло огонь зажег внук известного на весь мир путешественника Фритюфа Нансена Эгелнансен. А в 1964 году в Токио к чаше вышел, ну, казалось бы, обыкновенный японский студент Йосинори Сака. Да, он занимался легкоатлетикой, но это увлечение спортом, тогда возрождающейся после войны Японии, было присуще многим его сверстникам. А выбор на Йосинори остановился, потому что он родился 6 августа 1945 года, в день атомной бомбардировки Хиросимы. Игры 1968 года в Мехико, они несли на себе отпечаток этой удивительной, до конца еще не понятой эпохи 60-х. Впервые в истории современных олимпийских игр огонь зажгла женщина, мексиканская бегунья Кета Василио. В 1976 году игры были в Монреале, тогда к чаше вышли два подростка. Стефан Профантейн жил во франкоязычной части страны, Сандра Хендерсон в англоязычной. И вот таким образом они символизировали объединение Канады. Ну, а это наша московская олимпиада. Финишировал олимпийский огонь в руках одного из самых именитых баскетболистов Советского Союза Сергея Белова. Он торжественно стоял с факелом чаши, когда грянула кантата Эдуарда Артемьева, ода спорта, по звуке которой в небо завелось олимпийское пламя. АПЛОДИСМЕНТЫ Церемония зажжения олимпийской чаши, как ульминация, конечно же, самая зрелищная часть. Церемония открытия в преддверии каждой олимпиады сотни тысяч людей, самых творческих, самых неординарных, ломают голову. Ну, чем еще удивить мир? Но я уверена, что до сих пор не побит рекорд игры 92-го года. Причем это мое утверждение не зависит от вкусов, это такое общее мнение. Способ зажжения огня в Барселоне стал самым эффектным в истории олимпиады. Паралимпийц Антонио Риболья, стрелок из лука, впустил в сторону чаши горящую стрелу. Паралимпийц Антонио Риболья Есть тут какой-то секрет, о котором мы, возможно, так никогда и не узнаем. Да и так ли уж это важно сейчас? Разумеется, большинство факелоносцев, завершающих эстафету олимпийского огня, это выдающиеся спортсмены. Честь зажечь олимпийский огонь зимних игр 92-го года, например. В Олибервиле выпала Мишелю Платини. 96-й год. Стадион Атланта взорвался и тут же замер вместе с миллионами телезрителями по всему миру, когда с факелом появился, ну, к тому времени уже тяжелобальный Мохаммед Али. Огонь Сиднеевской Олимпиады в 2000 году зажгла Кэти Фримон, бегунья из австралийских аборигенов. Наверняка ее происхождение стало определяющим фактором выбора кандидатуры. Но справедливости ради надо отметить, что в Сиднеев Кэти взяла золото. В 2010 году одним из тех, кто поднес факел к чаше, стал легенда хоккея Уэйн Грецкий. И сейчас Лондон. В Лондоне огонь на Олимпийский стадион доставил Дэвид Бэк. Вот он, Джеймс Бон, эффектно провезя его по темзе на катере. А вот уже зажечь чашу доверили семи молодым, безвестным спортсменам, на которых только-только возлагается надежда. Но и Сочи, как и на всех Олимпиадах, интрига, кто зажжет огонь, сохранялась до последнего. Но помните, наверное, как все гадали, кто же выйдет, делали ставки, предполагали, что стадион одобрительно загудел, когда с факелом появились трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина и также трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк. Продолжение следует...